здравствуйте дорогие друзья дорогие подписчики сегодня я решил сделать видео замена головки на цветном принтере шестикрасочный принтер Epson L800 что здесь произошло на L800 у меня плохо печатал головка испортилась когда делал прочистку там пробелы бывали размытые тест выходил из-за этого я решил сегодня поменять головку Epson L800 здесь как можно снять головку для этого нам нужно его включить видите здесь он стоит на замочке его сюда затягивать не получается если мы сила затянем она сломается есть еще один вариант там имеется шестеренка там имеется шестеренка можно его туда сюда крутить и вот это здесь находящийся замок вот этот белый вот это можно сюда туда двигать когда она сюда двигается в этом направлении она снимается можно карету туда-сюда спокойно двигать пока она ровно стоит корицу мы двигать не сможем это шестеренку можно там находится шестеренка где и можно вон там белая если видите и можно его покрутить это нежелательно делать в том случае если у вас примерно ремонтировать нужно принтер а света нету если головку можно поменять нужно поменять но света нету в этом случае можно его сделать. Покрутить сюда и снять. Но не желательно. Но одни способа. Еще один способ. Включаем принтер и осторожно, аккуратно, вяжем руку на шнуре питания, который идет к принтеру от розетки. Включаем его, когда принтер, вот эта головка сюда двигается, отходит. Все, я отключил его от питания. Сейчас я могу карету туда-сюда двигать. Карета находится в нашем распоряжении. Дальше еще один совет. Обязательно шнур питания мы должны обязательно отключить от принтера. Если не отключенный, мы поменяем головку, то она у нас может, при замене головки, может замкнуть. И там имеется небольшой предохранитель. Совсем маленький предохранитель, вот такой на схеме имеется. Вот этот предохранитель может сгореть. И принтер у нас не будет работать. Если сгорит этот предохранитель, у нас принтер не будет работать. Потом надо будет схему вытащить, все крышку снять, схему вытащить и поменять его. Все этого не было. Отключаем от сети питания и работаем спокойно. Вот здесь у нас имеется, как вытащить. Я вам сейчас покажу. Вот здесь у нас имеется саморез. Ну, полчик небольшой. Снимаем вот эту головку. Здесь приподнимаем. И сюда убираем. Снимаем кассеты. Вот сняли кассеты. В дальнейшем кассеты у нас. У вас должен находиться такой пинцет. Если нет такого круглого пинцета, то у вас должна быть проволока ускорбленная. Здесь с этой стороны и с этой стороны на карете находятся щеколды. Вот их нужно разбить. Чуть-чуть слегка оттолкнуть сюда. Вот. И она приподнимется. Немножко приподнимется. Раз. И вторая. Вот. Она приподнялась. Сильно далеко не надо искать. Они сразу за углом здесь находятся. Вот. И вот снимаем. Если мы не снимем его, здесь находятся все эти щеколды. Они там цепляются. Я сниму. Мы не толкнем их, не снимем, то не получится его снимать. Это тоже. Дальше. Здесь. Вот. Три. Самая разная. Три. 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 Вытаскиваем. Вот наша головка. Вот наша головка. Здесь имеется шлейф. Вот это. Здесь имеется два шлейфа, один широкий и другой узкий. Теперь снимаем. Раз, два. Всё, головка уже готова. Я решил поменять головку. Вот это старая головка, которую я снял. Вот. Сейчас я получил новую головку. Вчера. Вот. В такой коробочке контейнер отправили мне его. Аккуратно открываем. Головка эта очень капризная. Надо с ним обращаться очень осторожно. Вот здесь смотрим, где открывается. Вот скотчем приклеено. Аккуратненько режем его. Вот. Эта головка проверенная. работала. Когда отправляли его проверили. Сказали, что хорошо работает. Ну, новая головка. Сейчас установим, сами тоже проверим. что нужно делать. Когда его устанавливают. У нас имеется два шлейфа. Эти шлейфы нужно вот сюда. здесь один широкий, другой узкий. Здесь тоже имеются вот два ходы. Один широкий верхний, а другой узкий нижний. Сюда их нужно соединить. Аккуратно делаем. Аккуратно делаем. Аккуратно делаем астеризм. один установили широкий сейчас установим узкий шлейфы очень капризные если повредить их то он у нас не будет уже работать так что будьте очень осторожны и внимательны при соединении с головкой шлейфы вот соединили уже сейчас опускаем здесь вот поставили головку здесь охотятся еще три винтика закручиваем эти винтики но мы когда устанавливаем должны быть уверены что он лежит правильно если он не будет правильно лежать то головка закрутится закручиваем винтики закручиваем ок 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 Продолжение следует... 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 то есть до . все челчок был небольшой это готово устанавливаем кассеты потом ставим же картриджи, кассеты в такой очереди нужно нажимать до щелчка сильно тоже нажимать не нужно вот осторожно до щелчка если сильно будем нажимать можем поводить или кассету или головку скорее всего головку больше поводим чем кассет у них имеется еще свое положение здесь учитесь отталкиваем их сверху находится такая крышка застраховки крышка тоже на небольшом болтке движется все здесь все держится аккуратно установили вот так можно установить головку на принтере каждый сможет поменять головку при желании только все движения должны быть осторожными аккуратными чтобы головку не повредить это получается основной запчасть который здесь находится если она повредит уже принято ничего не стоит на L800 и на T50 насчет замены головки особо такой разницы никакой нету единственный на L800 имеется вот такая защитная пластмасса который держит кассеты на T или P50 его нету здесь они кассеты без этого но снимается как на этом здесь еще дополнительная кнопка у них имеется которые прочистку делают и вот отсюда снимается она вот сюда и снимается кассета и вторую там у них еще имеется на T50 на P50 по моему на L270 то же самое при замене головки вот когда я снял вот эту пластмассу здесь шлейфы были и здесь еще один шлейф имеется здесь находятся здесь находятся схемы к этим схемам идет шлейф вот здесь находится шлейф когда снимаем обязательно при замене головки надо сперва снять на T50 на P50 на L270 вот эту пластмассу снять прежде чем вы шеколды отсюда уберете и вытащить здесь находящийся шлейф еще сзади там находится шлейф там сзади тоже находится этот шлейф не трогайте трогать только здесь находящийся шлейф открываете здесь находится шлейф его вытаскиваете потом шеколды отсюда заталкиваете внутрь с обеих сторон с обеих сторон и отсюда и оттуда и вытаскиваете остальные процессы одни и те же разницы нету вот мы установили закончили установку головки замены головки сейчас что нужно делать ставим на свое место карету подключаем шнур питания подключаем шнур питания принтеры подключаем принтеры подключаем шнур питания подключаем кресло и все готово Сейчас проверим его. Желтый есть, все цвета вот. Желтый нормально, черный нормально. Светло-голубая, светло-красная, красная, либо голубая там.